дорогие друзья здравствуйте все больше и больше поступают вопросов относительно темы ну которые мы так или иначе определяем как духовный путь как смысл жизни вопросы о мироустройстве и сегодня утром был вопрос на который я дала краткий ответ письменно но хотела бы более обширно рассказать вот в этом небольшом видеосюжете вопрос касался следующего характера если мы приходим сюда и наша судьба состоит из наших кармических из наших кармических родовых и личных нитей из тех незавершенных опытов до из того всего что было не до и наша задача на это воплощение это как-то очистить интегрировать и выйти на другой уровень развития тогда почему самого рождения мы не знаем про эти знания зачем нам тратить пол жизни для того чтобы что-то осознать потом иногда безуспешно попытаться что-то изменить а некоторым за всю жизнь так и не удается вот общем вот где-то приблизительно вот такой вот message я перед этим видео выложу полный вопрос но приблизительно эти вопросы звучат именно так дело в том что если бы изначально вот прям с молоком матери да мы знали зачем мы здесь то тогда это не был бы путь души тогда это был бы путь его путь нашей личности путь путь нашего ума он знает что вот так вот нужно знаете как воспитали какие вложили принципы и он послушно это сделал силу там кто страха кто каких-то других мотивов это уже все зависело бы от личности но это путь этот путь это путь души и задача души пробудить сознание задача души проснуться и пробудить личность для того чтобы пройти энный эволюционный путь от человека животного это человек который живет исключительно телесными удовлетворением телесных нужд который нуждается в лучшем случае в качественной еде сексе защищенности в хорошем доме ну и может быть там небольшие надстройки из верхней пирамиды иерархии мослов во власти там да в признании и все то что предполагает необходимые базовые законы для выживания биологического существа эволюционный путь личности заключается в том что она должна из человека животного да из вот этих потребностей исключительно животных перейти в реестр человек 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 это личность личность которая несет ответственность за свои поступки личность которая может себя сдерживать личность которая может себя на морально-волевых развивать личность которая осознает личность которая задает вопросы личность которая учится развивается и многое другое. Это вот тот человек, который находится в самоуважении, в самодостоинстве по отношению к себе и творению в частности. Человек достойный, не будет позволять себе определенного рода поведения, потому что это не достойно достойного человека. Он не будет позволять себе определенный уровень жизни, отношений, потому что сие, скажем так, не соответствует его наполнению, его ощущению. И, как я уже сказала, это не про эгоистичное удовлетворение физических потребностей. Это не тот рептилоид, который заботится исключительно о безопасности. Это тот, кто посредством ума, посредством согласованности с определенными законами человечности привносит это в свою жизнь и в окружение целым. И третий, да, и можно сказать, такой последний наш виток, конечно, это не три ступени, там много своих подступений, это стать Бога-человеком. Что значит Бога-человеком стать? Это привнести в свою жизнь божественный закон, привнести в свою жизнь те нормы и критерии, которые лежат в такой надстройке, как милосердие, как любовь, как принятие, как терпимость. Когда ты не просто ощущаешь, да, там ты на уровне человека, просто ощущаешь, ой, знаешь, что ты часть целого, что все едино, что все взаимосвязано, что все, что приходит в твою жизнь, это твои зеркала, что все, что ты построил в своей жизни, это отзеркаливание твоей внутренней проекции, все, с чем ты встречаешься, это отзеркаливание твоей проекции. И человек работает с собой и таким образом меняет свою жизнь, в то время, когда животное, человек, простите за эти употребления, но тем не менее это так, сетует на окружающий мир. Это несправедливо, это плохо, это зло, нужно защититься, нужно подумать, как вырвать, нужно подумать о том, чтобы безопасно было только для себя, то Бога-человек, он смотрит на целое и ощущает себя частью целого. Он понимает, знаете, он переходит из категории верю в знаю, в чувствую, в ощущаю. Для него эта призма мировосприятия становится не на уровне ума, а на уровне души, на уровне личных ощущений, когда творение для тебя в полном смысле слова не просто продолжение тебя, оно часть тебя, и ты являешься как целым, так и отдельным элементом этого целого. И таким образом душа эволюционирует. Она все время функционирует между вот этим вот роботом, да, где только знание, где атеизм, где знаю, знаете, вот не верю, а знаю, и между вот потребностями животного, потому что что там говорить, мы очень определены, если животными инстинктами. Если у нас они не будут удовлетворены, то, вероятнее всего, среднестатистическому человеку не о каком духовном развитии говорить не нужно. Ну, разве что приходят уже души такие, которые изначально чувствуют, но тогда они грешат по отношению к телесному. Тогда аскезы, лишение физического себя, лишение всего того, что природа и создатель в нас сложил, нас перекашивает в другую сторону. И в этом, по тем наблюдениям, которые мы видим, тоже нет развития. Это тоже временно. Рано или поздно этот аэроплан придется человеку выровнять для того, чтобы функционировать между знаниями и инстинктом, для того, чтобы функционировать между духовным и животным. И любой перекос в какую-то сторону не позволит вам достичь той цели, которая вам нужна. Еще вопросы, которые спрашивают часто, какими инструментами это достигается. И я сегодня вижу, какое большое количество людей находится в тех или иных духовных практиках, которые, с одной стороны, им очень помогают в их духовном прогрессе, с другой стороны, они не ограничивают. Они ограничивают понимание мира той системой, той структурой, которую дают. Они очень часто делегируют свое развитие гуру, учителям. Это правда, что нужен быть проводник. Это правда, что нам необходимо сопровождение. Но отдать полностью все и сказать, что вот сейчас меня несут, меня развивают, а я еду в этом лифте, и просто если я буду послушно выполнять все то, что мне говорят, то я приеду туда, куда, как я думаю, я не знаю, но гуру знают куда. Сегодня мы видим, что очень часто это тоже на верхних этажах являются тупиковые такие пути, и адрес совсем не там, куда человек стремился, а стремился он, опять же, скорее всего, из уровня ума или из непонимания я, и тогда делегируется это другой личности, как и делегирует соответственность за мой духовный путь, при условии, что я очень послушно все делаю. Вот, в общем, где-то вот так вот я смотрю уже 8-32 минуты, потому что это очень большая тема, это очень объемная тема, я буду потихоньку выкладывать свои мысли, и появилась сейчас необходимость делать такие двухчасовые лекции, они будут проходить в моем центре, мы будем их записывать на видео, будем выкладывать, которые так или иначе будут касаться мироустройства, нашего отношения, нашего места в этом мироустройстве, о целях жизни, о смысле жизни, о том, что такое предназначение, о том, как мы можем сотрудничать с нашей душой, а мы, я имею в виду, личность наша, для того, чтобы путь был успешен, и о многом другом. Поэтому, если эта тема ваша, если эта тема вам интересна, пожалуйста, следите за нашими новостями, уверяю вас, это не будет продаваться, это будет больше в таком свободном, полусвободном доступе, и даст Бог вам эта информация будет полезна. Всего хорошего, берегите друг друга, хорошего вам дня.